Жители микрорайона «Орбита» обратились к депутатам за помощью. Единственную автомобильную дорогу к их домам перекрыли. Пешеходная зона также находится в плачевном состоянии. На месте сейчас наш корреспондент Юлия Чупрова. Она на прямой связи со студией. Юля, добрый вечер. Расскажи, как настроены люди? Алина, здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что могу сказать, жители настроены очень враждебно, и это действительно оправдано. Несколько тысяч жителей микрорайона «Орбита» находятся в западне. Одну дорогу, по которой передвигаются автомобили, перегородили гравием, щебнем, железобетонными конструкциями. Дорогу, по которой передвигаются люди, пешеходы. Там отсутствуют пандусы, она находится в ужасном, плачевном состоянии. И что самое странное, неизвестные люди уже который раз пересыпают щебнем и гравием переходы и выходы с этой дорожки. Никто не понимает, зачем это делается. Жители собрались сегодня для того, чтобы урегулировать этот вопрос, решить эту проблему. Давайте послушаем, что они говорят. Я не знаю, кто нам так отомстил, но тем не менее, сейчас мамочки по 12 ступенькам вкрутую поднимают коляски с детьми. В молодом возрасте идешь на то, чтобы в этой стране родить детей, здоровых детей. И просто после этого... Теряешь здоровье. Ты не имеешь права на пандус. Сложности у жителей элитного микрорайона начались еще летом прошлого года. Подрядчик по заказу администрации должен был сделать этот участок дороги. Срок выполнения работ 4,5 месяца, но через 3 недели строители свернули начатое, не сделав даже половины. По плану здесь должна была быть не только дорога, но и тротуары, светофоры, ливневка, разметка. Но ничего этого нет, если ж гравийная дорога и ту перегородили. Как рассказывают жители, заблокировала дорогу строительная компания, которая ведет работы по соседству. Руководство компании объясняет, дорога находится не в их ведении. Но даже если преграды строители уберут, дорогу делать никто не собирается. Жителям ясно дали понять, денег на это в бюджете нет. Горожане приглашали на встречу представителей от городской администрации, но на встречу к людям почему-то никто не приехал. Были лишь представители от администрации Октябрьского района. Они-то нам рассказали, что дорога тоже находится не в их компетенции. Администрация районов не располагает средствами, в принципе. Потому что не предусмотрена ассигнованиями данная дорога, вообще ремонт дорог. Добавили о включении в программу этой проблемы. Как департамент отнесся к этому? Ну, добавили, что в реестр потребности включено и все. От безысходности жители обратились к депутатам городского совета. Те в свою очередь созвали рабочее совещание. Провели на нем буквально полтора часа. Давайте послушаем, что депутаты думают об этой ситуации. Мы сядем и все эти вопросы еще раз в комплексе посмотрим, вызовем всех ответственных, для того, чтобы все-таки навести здесь порядок. Потому что люди, они очень возмущены. И они правильно возмущены. То есть мамочки не могут нормально с детьми погулять. Не могут их до остановки доехать с коляской. Пожилые люди, я вообще не представляю, как они здесь ходят. За последнее время негативных историй со студенческим городком становится все больше. То у них сносят скверы и раздувается из этого большой скандал. То разрушаются подпорные стены. Теперь еще и ситуация с дорогой. Это создается впечатление, что этот район просто никому не нужен. Будем считать, что народные избранники выполнят свой долг и сделают все, что обещали. Алина, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Юлия. Это был наш корреспондент Юлия Чупрова.